Это уже у нас стала традицией завершать нашу сессию перспективными исследованиями, перспективными в лечении меланомы кожи. И хотелось бы коротко остановиться на этой проблеме. На этом слайде представлена эволюция современной иммунотерапии. Мы все помним начало, около 10 лет назад началась эта эра. Мы сначала назначали иммунотерапию в монорежиме, потом в комбинированном режиме. А сейчас уже разработана схема иммунотерапии, с таргетной терапией, с лучевой терапией. Следующий шаг – это нанотехнологии, различные конъюгаты и воздействие на другие механизмы иммуносистемы. Здесь обобщенная эволюция лечения меланомы и немеланомных раков кожи. Как развивалась эволюция лечения меланомы, а также развитие изучения биомаркеров. Мы все знаем, что меланома очень хорошо отвечает на лечение, но, конечно же, существуют пациенты, которые резистентны к иммунотерапии. Отчего это может быть? Существуют различные маркеры чувствительности, маркеры резистентности. Маркеры чувствительности во многих исследованиях выявлены. Было изучено, что некоторые маркеры, как сигнатура интерферона гамма, белковые рецепторы, различные элементы микробиома положительно влияют на ответ иммунотерапии. Но, конечно, интересуют маркеры резистентности. Изучены различные протеинки НАЗА, интерлекина, а также экзосомы, которые несут на себе экспрессию PD-L1. И некоторые виды микробиома отвечают за резистентность к иммунотерапии. Сейчас много различных новых исследований. Это, как сказала Оксана Петровна, только научиться не поломать язык. Как вы говорили, где назвали названия. И какие новые иммунные пути. Мы видим это также комбинации с ТЛ-4, ПД-1 с различными формами интерлекинов. Они стали возрождаться. Также различные элементы иммунной системы, как CD40, различные антагонисты путей и микроокружения опухоли. Что касается препарата Типендафусп, который используется и показал свою эффективность при увиальной меланоме, в настоящее время проводится исследование первой B-фазы при меланоме кожи в сочетании с CTL-4 или совместно с PD-1. Выяснилось, что добавление CTL-4 не повлияло никак на эффективность. Поэтому комбинация PD-1 и Типендафуспа проявила достаточно хорошие результаты. Мы видим, что одногодичная выживаемость 73% по сравнению с общими данными, полученные в исследованиях PD-1, PD-1 ингибиторов, там 55%. То есть эта опция должна развиваться и изучаться. Что мы имеем по рецепторам? Существуют активирующие и ингибирующие рецепторы. Мы знаем уже препараты CTL-4, PD-1, LAC-3. Мы знаем исследование Relativity с Relatlimab. Ну и также разработан еще один препарат, Fealimab. Он изучается совместно с PD-1 ингибитором с Cimiplimab при распространенной меланоме. Это исследование первой фазы. И было выявлено, что достаточно высокое число объективных ответов, 63,8% объективных ответов проявила данная комбинация лечения меланома кожи. И что пациенты с PD-1 в высокой экспрессии, с низкой экспрессии хорошо отвечают на данное лечение. То есть еще одно перспективное направление. Следующая точка приложения – это ТИМ-3. ТИМ-3 – это рецептор, который ингибирует токлеточные ответы и стимулирует иммунный ответ. Исследование с препаратом Cobalimab. Cobalimab – это анти-ТИМ-3 препарат, и достарлимаб – это анти-ПД-1 препарат. Здесь также исследование первой фазы. Изучается доза этих препаратов. Было выявлено, что также эффект объективного ответа достигается в 66% случаев. Следующая нозология – это акральная меланома. И здесь попытались исследователи изучить Camalizumab. Это препарат ПД-1 ингибитор. Он изучается совместно с апотенибом. Апотениб – это анти-ВГФ ингибитор, который изучается при различных локализациях, при раке легкого, при шейке матки. Ну и здесь комбинация с тимозоламидом в первой линии при акральной меланоме. Это исследование уже второй фазы. И мы видим, что и эта комбинация, как и при других локализациях, показала достаточно хороший ответ. 66% также объективного ответа с общей медианой времени без прогрессирования – 18 месяцев. Дальнейшее развитие – это, конечно, нанотехнологии. Конечно, развитие этой отрасли достаточно трудоемкое, сложное, характеризуется большой токсичностью. И, как мы понимаем, что это направление, на котором должна работать вся наука. И она основывается на разработке вакцин, адаптивной терапии, различных конъюгатов и биспецифических антител. Адаптивная клеточная терапия проходит несколько исследований. Это картерапия, это тилсы и онколитическая вирусная терапия. В настоящее время также изучается, набирается большое количество пациентов уже в комбинации с иммунотерапией. Конечно, кар- и ТЦР-терапия – это достаточно трудоемкая терапия, как и тилсы. Здесь в этом этапе обязательно включен сам пациент. Обязательный забор опухолевых клеток, аферезные процедуры. И, конечно, характеризуется большой токсичностью. Эта терапия очень хорошо проявила себя в гематологических заболеваниях с ошеломляющей эффективностью. И в настоящее время при метастатической меланоме проводится большое количество исследований по изучению картерапии. Мы видим здесь большое количество доклинических и клинических исследований с обзором, с изучением различных антигенов мишенем. Это НИИСО, это СИДИ-40, ну и различные другие. Что насчет адаптивной терапии? Тумор-инфильтрирующих лимфоцитов мы знаем препарат Леофицел. Хоть он и проявил себя достаточно эффективно, мы видим, что время без прогрессирования оказалось в два раза выше, чем иммунотерапия. Но в настоящее время, пока этот препарат не вошел в наши рекомендации, продолжается дальнейшее изучение. Что касается вирусов, это как раз тот обскопальный эффект, о котором говорили ранее на лучевой терапии здесь. Суть в том, что вирусы атакуют опухолевую клетку, повреждая ее, активируя воспалительный процесс, привлекая макрофаги. Макрофаги, уничтожая опухолевую клетку, обучают иммунную систему, которая работает уже на других органах и других локализациях метастазов. Дальнейшее направление – это сочетание таргетной иммунотерапии. Мы также видим большое количество исследований, где изучается иммунотерапия с VGF-ингибиторами, с различными теразинкиназными ингибиторами. И один из примеров – это влияние на P38, это белок МАП-пути. И совместно с иммунотерапией также проявил себя в меланоме. Это баскет-исследование в меланоме с достаточно хорошими результатами. Мы видим большое количество уменьшений размеров опухоли, но это только начальное исследование, поэтому требует дальнейшей разработки. Следующее направление – это вакцинотерапия. Одна из родновидностей проходит и в нашем учреждении. Коньюгаты различных антител. Вакцинотерапия – механизм известен. Это также сбор клеток у пациента, усовершенствование, апгрейдирование этих клеток и дальнейшее введение пациенту. И здесь один из примеров коньюгат антитела специфических лекарств. Это, например, соединение моноклонального антитела. Вот мы видим оранжевое антитело, которое с помощью линкера присоединяет к себе химический препарат. То есть здесь, например, агент против микротрубочек. И на правом снимке мы видим, как захватывает иммунная клетка, соединяя CD28, то есть распознает этот антитело и заглатывает в себя опухолевая клетка. В опухолевой клетке уже внутри освобождается химиопрепарат воздействия на микротрубочки, развивается разрушение опухолевой клетки, призывая к при этом макрофагии. Происходит уничтожение опухолевой клетки. Ну, вот такое достаточно обширное направление. Но, конечно, мы понимаем, что оно должно продолжаться. Но все эти новые возможности несут в себе достаточно серьезную токсичность, о которой многие слышали. И, конечно, здесь, наверное, нужно уже смотреть не вперед на развитие препаратов, а наоборот смотреть на профилактику возникновения и распознавания первых симптомов развития опухолевого процесса у здоровых людей. И это будет являться одним из перспективных направлений онкологии. Продолжение следует...